Известный шоумен и продюсер Александр Цикало женился в четвертый раз. Избранницей знаменитости стала модель, актриса и художница в стиле ню Дарина Эрвин. Влюбленных не остановила внушительная разница в возрасте 30 лет. Однако многие называют этот союз браком по расчету и даже отец Дарины не поддержал выбор дочери. Вот что он заявил прессе в одном из интервью. Как отец я к этому очень плохо отношусь, но конечно выбор ее. Однако все-таки мне 50 лет, а Цикало 57. В браке с такой разницей в возрасте я не верю. А главное, Цикало бросила жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь. Родители Дарины Эрвин в разводе, поэтому с отцом она не общается уже около 5 лет. На момент знакомства с Цикало она жила с матерью и отчимом в США. Очень признается, что был вынужден содержать Дарину, так как к 27 годам она не заработала ни копейки. Он также поведал, что падчерица изначально относилась к нему как к кошельку. Теперь у Эрвин появился новый спонсор, он же и законный муж. Цикало не жалеет денег на свою молодую жену. Пара постоянно путешествует, а новогодние каникулы влюбленной провели в Италии. Также скоро Дарина представит собственную выставку картин в Берлине. Напомним, что до знакомства с Эрвин Цикало 10 лет состоял в браке с младшей сестрой Верой Брежневой, Викторией Галушка. У Вики и Александра двое детей, сын Михаил и дочь Саша. После 17 лет брака с Екатериной Трофимовой известный певец Владимир Кузьмин внезапно заявил о разводе. Новой избранницей 63-летнего артиста стала загадочная девушка Светлана, 26 лет. Со Светой Кузьмин познакомился на одном из музыкальных мероприятий. Она подошла взять автограф и не растерявшись, предложила звезде услуги по организации концертов. Теперь же она не только сопровождает Кузьмина на гастролях, но и хвастается в соцсетях совместным отдыхом со знаменитостью. Светлана уже успела подружиться с двумя дочками Владимира, Соней и Мартой. Кстати сказать, дочери Кузьмина существенно старше его новой пассии. Недавно артист подарил Свете катер, который девушка красноречиво назвала яхтой в своих соцсетях. А еще новая возлюбленная артиста похвасталась, что Владимир якобы посвятил ей свою новую песню «Двое в лодке». Некоторые коллеги певца не верят в долгосрочность его новых отношений, говорят, что у Кузьмина проблемы с алкоголем, и новая пассия только ненадолго сможет стать сдерживающим фактором. Что же все-таки привлекло молодую девушку в дедушке романтического рока? То, что он долларовый миллионер или внезапно нахлынувшие чистые чувства? Известный композитор Максим Дунаевский был женат 7 раз, и, похоже, скоро женится восьмой. Недавно 74-летний музыкант с трепетом и радостью в глазах представил публике свою новую любовь – музыковеда Аллу. Общественность эта новость шокировала, ведь брак с седьмой супругой Мариной Рождественской, которая младше композитора на 28 лет, многим казался очень крепким. Тем более, что супруги были венчаны. Дунаевский как-то признался, что Марина умеет не обращать внимания на множество его мимолетных романов, но, по всей видимости, ситуация вышла из-под контроля. Коллеги композитора шутят, что если собрать вместе всю недвижимость, которую маэстро оставил бывшим женам, то получится небольшой микрорайон. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика.